Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! У нас на российском телевидении вышло шоу, подобного которому до этого не было. И называлось это шоу за стеклом. Такое было название, даже вот заставку хочу показать вам этого шоу. Шоу за стеклом. И это было такое реалити-шоу, взяли молодых людей, там помещение сделали для них, и они там жили. И каждый день телевидение днем, вечером и ночью транслировало об их жизни. То есть там камеры были везде, кроме туалета. Хотя потом сказали, что и в туалете были камеры, но в то время транслировать из туалета не решались. И вот был большой кастинг, много-много молодых людей было. Я знаю, что после этого подобные шоу появились. Я уже не видел, вот это я еще немножко видел. Но там всякие Дом-2, никогда не видел эти шоу, там другие какие-то там, ну триалити-шоу. Там на остров куда-то ездили, да? Но вы знаете, что интересно, что вот у этих последующих шоу, хотя они, может быть, даже более профессионально были сделаны, чем первое, уже не было такого рейтинга. Почему? Потому что вот это первое шоу за стеклом, оно привлекло внимание потому, что до этого на телевидении всегда были какие-то люди, вот, ну вот чем-то особенные. Или какой-нибудь музыкант, хорошо играющий, или какой-нибудь там искусствовед, много знающий, или какой-нибудь ученый, много думающий, или какой-нибудь артист, хорошо поющий. Как бы все привыкли, что телевидение это место вот для таких, где должны показывать особых людей. А тут обычные, ничем не примечательные, не очень талантливые, не очень умные, в чем-то даже так тормознутые люди. И их показывают по несколько раз каждый день, каждый день, каждый день. Я помню, даже я, хотя я был в то время христианином, ты же еще, Миша, не был христианином, да, ты жил в миру, в грехах, вот, ты, наверное, смотрел каждый день, особенно по ночам, вот, или ты был маленький, наверное. Тебе не разрешали, да, он спал, ему спать клали его, вот. А я был верующий тогда, но я все равно был, ну, необычно, как это показывают обычных людей, как они ругаются, как они ссорятся, как они кушают, там кто-нибудь, там, что-нибудь на другого, там, макароны высыпет, потом кто-нибудь, кого-нибудь побьет. Вот, мы все сидели перед телевизорами, но никогда такого, вот, обычная жизнь перед экранами, мы сидели, вот, подобного, подобного не было, подобного тогда не было еще. Вот, и вы знаете, я, когда смотрел, вспоминал у Гоголя в его знаменитой пьесе «Ревизор», может быть, вы помните, есть два такие персонажа, Добчинский и Бобчинский, помните там? Такие были Добчинский и Бобчинский, и вот, когда они, ну, они же думали, что Хлистаков это какая-то важная птица из Петербурга, залетевшая в их город, и вот, вот этот сюжет, я помню, запомнил, когда читал в первый раз «Ревизор», вот он как-то обратил внимание, обратил у него внимание, когда Бобчинский говорит Хлистакову, «Знаете, когда будете в Петербурге, скажите министрам, сенаторам, что живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский». Хлистаков ему говорит, хорошо, хорошо, он говорит, если, может быть, увидите императора, то скажите императору, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. Вот, вы знаете, вот он ничего не просил, он не просил денег, не просил там чего-то такого особенного, он просто просил, чтобы вот там где-то, ну, тогда же это была столица, Санкт-Петербург, Вот там, в столице, известные люди услышали о том, что вот есть такой, ну, может быть, ничем не примечательный, ничем не выдающийся, Петр Иванович Бобчинский. Вот он живет просто в таком-то городе, вот Петр Иванович, живет он, никто о нем не знает, а что о нем знать, а так хочется. Вы скажете, к чему я вот это все, с этого начал? А начал я с того, что вот, вы знаете, как-то, может быть, тогда для нас это было в новинку, это было в диковинку, но потом вот эта волна пошла, не только реалити-шоу, не только разных программ, где люди дерутся, там, вся их жизнь на показ, тут уже без всякого, там, они готовы и постель ночью показать, и туалет показать, все показать, лишь бы только люди узнали в России, а может быть, еще там где-нибудь в Белоруссии, в какой-нибудь Бобруське, что живет вот такой вот тут человек, вот. Вот вы знаете, когда сейчас развился интернет, а 2001 год, тогда еще не было такого развития интернета. Сейчас развился интернет, появилась масса социальных сетей, можно, особо не вкладывая, что-то сообщить о себе, о своих мыслях, всему миру, всему миру сообщить. И что люди хотят сообщать всему миру? Я вот вам просто покажу немножко вот фотографии, я просто попросил у помощника, говорю, залезьте в Инстаграм, просто вот разные фотографии, вот люди могут что-то сообщить миру, что-то показать миру. Вот, обычно начинается, вот она встала, она сидит, она проснулась, это уже завтракает, это уже тоже сидит, проснулась. Вот, а потом надо на работу, как же в лифте не сфотографироваться, правильно же? Такая шляпа красивая у тебя, вот, да? Ну, метро, у нас в Екатеринбурге даже метро есть, правильно же, да? Надо сфотографироваться, время же не потеряешь, не надо терять их, пока поезды ждешь. Ну, не только женщины, мужчины тоже, вот он солидный человек, да? Вот, потом приезжаешь на работу, а особая любовь у людей, что они хотят сообщить всему миру что-то важное. Что это? Вот, он кушает, он молодец, да? А это вообще девчонка оригинал, правильно же? Она блинчики не просто ест, она их так свернула, она молодец, она молодец. А это вот пить хочет, видите, она пьет, прям аж из трех трубочек она пьет, прямо из трех трубочек. Она вообще молодец, из трех трубочек разом, да? Ну, эти просто клубнику едят на пару, синхронное едание называется, современный фотографический спор, да? Это одна рекорд берет, да? Вот, ну, или тоже любимая, когда уже не хочется себя фотографировать, можно просто, просто сфотографировать. Еду, например, какую-нибудь сфотографировать, кашу, вот, стакан, в кофейне кружку сфотографировать, да? Ну, потом уже вечер, да, мы идем домой, все темнеет. Вот, парень тоже сфотографировал. Ну, чтобы мир узнал, он идет мимо пиццы в столице. Это, я считаю, достойно того, чтобы сообщить. И сам он, видно, серьезно и поработал на славу. Ну, и вечером уже фотографии, вечернее время, да? Вот это какой-то солдат, наверное, сообщил. Вот, ну, и у меня еще есть последний снимок. Это просто, ну, что-то такое выдающееся. Это не просто там, ты где-то солдат на второй полке, да? А ты вот, о! Вот смотрите, да? Вот смотрите, вся жизнь на виду. И ноги, и бассейн. И все, что нужно, да? Я вам скажу, почему классика является классикой. Потому что она не умирает. Вот то, что там написано, оно продолжает. Я вот могу все эти фотографии, хотя они разные. У кого-то ноги, у кого-то огурцы, у кого-то клубника синхронная, да? Я могу назвать одним словом. Живет такой Петр Иванович Бобчинский. Есть клубнику. Ноги у него есть. У него тарелка есть. У него... Он ест иногда. Ну, что еще? Ну, что еще сообщить-то? Что еще сообщить-то, да? И вот, вы знаете, есть такое безумное желание вот рассказать всему миру. Рассказать всему миру. И я вот смотрю на христиан точно такие же. Надо все фиксировать. Каждый свой шаг. Ведь это же что-то значительное. Ведь это же, ну, не просто так. Я же все-таки еду в лифте. И надо это сообщить. Я все-таки сижу в маршрутке. Я все-таки сейчас буду пить кофе. Оно как-никак 200 рублей стоит, правильно, да? Надо показать, что я парень нежадный. Вот. И готов заплатить вот это. И вот это я на работе. И вот это я на работе. И вот это я на работе. И вот это я уже дома. Это вот уже мои ноги. Это вот мои руки. Это я с подругой. В общем, сплошная программа за стеклом. Я у нас как-то на молодежном служении сказал. Говорю, знаете, вот не хочу никого огорчить, но огорчу. Я вот, если бы был молодым неженатым, был бы молодым холостым, на некоторых из вас, девушки, уж извините, никогда бы в жизни не женился. И таки сразу, пастор, почему? Я говорю, потому что, девушки, в некоторых из вас просто никакой загадки нет. Я могу каждый ваш день проследить вот от того, как вы проснулись, до того, как вы легли. Ну, и в Твиттере пронаблюдать все ваши нехитрые мысли. Ну, нехитрые мысли. У нас еще есть глубокие мысли. Например, все, что нас не убивает, делает сильнее. Ну, это уже цитата великих. Это не просто глупость, это благо-глупость какая-то. И вот смотришь на все это, вот такая вот жизнь, вот за стеклом, вот жизнь за стеклом. Вот это я на конференции. Это я вот тут с братьями, это я с сестрой, это я с проповедником еще, это я с другим проповедником. Это я вообще не поймешь, кто-то мимо проходил, но забавный был. Это мы стоим на остановке, нам холодно. Как в этом Екатеринбурге, блин, холодно. Это мы уже дома чай пьем. И вот, вот так вот, вот такая, вот такая у меня жизнь у Петра Ивановича Бобчинского. Вот, вот знаете. Послание к Колосиным. Третья глава. Я думаю, что если бы сейчас апостол Павел жил, он назвал бы это послание не к Колосиным, а послание к любителям селфи. Послание к завсегдатам Твиттера. Послание к тем, кто так болезненно переживает, сколько его ноги набрали лайков. И почему его ноги набрали 31 лайк, а вот в домашней группе 33. Хотя они кривее. И иногда даже кушать не можешь, думаешь, что в моей жизни не так. Почему количество лайков катастрофически упало за последние два дня. И вот, обращаясь к таким людям, апостол Павел в третьей главе, он вот писал третью главу и думает, прям с первого стиха даже тянуть не буду. Потому что любители селфи до середины главы могут не дочитать. Они должны проверить, сколько у них лайков. Поэтому он прямо в третьей главе из первого стиха пишет. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо, и вот тут интересный оборот, третий стих. Ибо, смотрите, вы умерли. Повернись к ближнему и скажи, ты умер. По-моему, сегодня кто-то призыв к пожертвованию, по-моему, Миша говорил, здесь среди нас нет мертвых, он спросил, да, что такое было, да? И все сказали, нет. И такая радость была. А Павел бы расстроился. Он говорит, как никто не умер? Ибо вы умерли. Ну, конечно, Павел обращается не к трупам. Мы понимаем, это не послание на тот свет. Это послание к любителям селфи. Поэтому он имеет в виду что-то другое. Ибо вы умерли. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Я понимаю, что образ не очень завораживающий и радующий, но, извините, не мой образ, образ апостола Павла. Кто из вас когда-нибудь был на кладбище? Были? Кто никогда не был на кладбище? Вообще никогда ты не был на кладбище? Нет таких? Все. Вы были на кладбище. Ну, вы же умерли, где вам еще и быть? И вот представь себе, идешь ты по кладбищу. Вот вы заметили, да? У нас есть некоторые в Екатеринбурге такие вот в центре города старинные кладбища. Вот идешь по какому-нибудь старинному кладбищу, и там такие красивые могилы, там, да? Вот такие памятники, такие решетки, все литое, ангелочки сделаны. Видели? Такие, да? Ангелочки. Очень красиво все. Но ты понимаешь, что это место создано не для того, чтобы поставить здесь эти произведения архитектуры. Цель создания кладбища другая. Помимо этих красивых надгробий, что-то еще есть под землей. Ради чего, в принципе, его и создали. И ты идешь, и ты понимаешь, что там, за этими красивыми крестиками, ангелочками, и этими милыми фотографиями, где люди, не думая, фотографировались, не зная, что их потом вырежут и поместят туда, вот, они думали, так с друзьями селфи сделаю. Я думаю, лет через пять вообще будут веселые фотографии на кладбищах, да? Это же раньше люди, некоторые не верят, у меня с моей свадьбы нет ни одной фотографии. У некоторых с завтрака есть шестьдесят три только. Вот. Раньше фотографировали так серьезно на паспорт, там еще куда-нибудь, и потом раз поместили на нагробие, да? Сейчас возьмут там, ты с друзьями там, ну, друзей отрежут, тебя оставят. Ты такой забавный будешь. Вот. Так вот, драгоценное, ходишь между этими всеми и понимаешь, что-то там есть под землей. Так вот, драгоценный апостол Павел, он показывает нам, для чего пришел Иисус Христос. Некоторые думают, что Иисус пришел. Вот вы знаете, вот мы иногда, ну, вот Михаил со сложной фамилией, вот он любитель футбола, и я иногда его подкалываю, ну, там, вот про футбол, потому что, ну, я не смотрю футбол, я настоящий христианин, вот, и я иногда над ним так подсмеиваюсь, но на самом деле это не грех смотреть, ну, по крайней мере, не грех к смерти, вот. Вот. И некоторые думают, что вот духовная жизнь, это что-то подобное. У нас есть разные такие футбольные команды, вот есть команда мусульман, они вообще, вот ребята вот такие, рвут всех, вот просто, вот. Есть буддисты, они такие очень медленные, а мы христиане. И мы должны сейчас вот всем назабивать, выйти в финал и взять главный, вот, дайте мне вот кубок. Я кому-то должен сегодня был его вручить? Городу Чайковский? Вот. А где город Чайковский? О, вы здесь уже? Вы уже готовы были? Мне ничего не написали там? Ну, ладно, вот, вот, давайте, Чайковский, выходите за одним. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, на сцену можно. В чё вы играли? В баскетбол. Молодцы. И заняли первое место. Не новая жизнь опять. Потому что у нас тут был недавно чемпионат между всеми церквами города, и наши заняли последнее место. Мы покупали все кубки, и мы все им отдали. И я говорю, чтобы больше такого не было. Поэтому вчера они, по-моему, по волейболу, да, первое место заняли. Да, молодцы. Ну, вот, по баскетболу, и последний раз покупаю, если опять в Чайковске, все. Вот. Вот смотрите. И вот выходят христиане из Чайковского, и вот они всех победили. Они победили мусульман, они победили буддистов, они просто кришнаитов, вот, разорвали всех. Вот. И Иисус говорит, молодцы, вручаю вам, вы команда победители. Христиане молодцы. Все. Давайте им похлопаем. Спасибо. Так получилось, я совместил приятное с проповедью. Вот. И вот некоторые думают, что точно такая же ситуация. Вот мы христиане, мы должны как-то круче быть. Вот круче. У нас должна быть самая крутая музыка. Что-то вот крутая вот. У нас должна быть самая такая мощная, профессиональная. И здания должны быть самые хорошие. И людей должно быть больше всех. И вот такая наша цель на этой земле. Вот как бы напинать всем мечей его. И стать чемпионами. И потом Иисус говорит, мы молодцы, вы победили всех. Вот вам награда. Молодцы. Я вижу, что здесь что-то другое. Христос пришел, чтобы твоя жизнь вместе с Ним, со Христом написано, было что? Сокрыта в Боге. То есть, никогда верующий человек, каким бы чемпионом великим он не был, каким бы он классным не был профи, как бы он суперски что-то не делал, он никогда не будет тем, ради чего Иисус пришел на эту землю, если определенная часть его жизни не будет сокрытой, тайной, спрятанной от всех. Я понимаю, драгоценное и отлично, что вот то, о чем здесь пишет апостол Павел, оно так резонирует с тем, что сегодня происходит вокруг нас, когда люди готовы каждый свой чих зафиксировать. Все на виду, и победы, и все, и каждый мой вздох, и каждый кусок, который я проглатываю. Но тем не менее, это написано. Часть нашей жизни должна быть сокрыта со Христом в Боге. Вот вы знаете, когда я изучал Скинию Ветхого Завета, когда люди шли к Скинию, вы знаете, первое, что они видели, когда подходили к Скинию, это был медный жертвенник. Жертвенник, на котором каждый день священники сжигали жертву. Утром, вечером. Жертва, жертва. Жертва, жертва. И я помню, когда я ее изучал, то там очень интересный момент. Посмотрите. Решетка, на которой клали жертву, она была не сверху. Она была в самом, в самой середине жертвенника. И поэтому, в принципе, когда брали жертву и клали, она снаружи даже видимой не была. Она там была внутри. И там внутри ее сжигали. Почему? Да потому что драгоценные погоды бывают разные. Бывает солнышко, а бывают порывы ветра. Бывает все хорошо, бывает трудно. И поэтому, если плохая погода, если, например, дует сильный ветер, ну, вот я думаю, вы пробовали разжигать костер, когда сильный ветер, да, вроде бы и воздуха много, но задувает пламя и не получается ничего. Но когда там жертва скрыта, то ее ничто не может ни погасить, ни сдуть, ничего. Это вот, мишка, коробку можно, да? Черная коробка. Где она у нас? А, вот. Вот маленький пример. Маленький пример. Не надо мне этот столик. Я же тебе не сказал столик нести. Давай лучше ты сам приходи, Саша. Давай. Вот смотрите. Вот коробка. Вот коробка. И вот представь себе. Вот представь себе. Вот, человечка вырезали. Вот смотрите. Вот. Верующий. Жертвенник, он в чем-то является символом Христа. И недаром даже все исследователи Библии говорят, ведь в Ветхий Завет это образы, вот эти четыре грани, как четыре Евангелия, где Иисус Бог, Царь, Слуга и Совершенный Человек. И вот смотрите. Мы должны быть во Христе. То есть мы должны быть в Нем находиться, пребывать в Нем. Потому что если, например, ты находишься не в Нем, а просто соприкасаешься с Ним, да, очень много людей, молодых людей, вы приходите в церковь, вам здесь очень много нравится, но вы соприкасаетесь лишь поверхностно. То есть вы вот где-то здесь, вы со Христом, вы со Христом, но где-то находитесь на поверхности. И поэтому вас можно очень легко выдуть из церкви. Какие-то вещи приходят, и они просто выдувают вас. Вот какие вещи бывают? Какие вещи бывают? Которые выдувают людей из церкви. А? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот ты будешь игры, да? Ты будешь игры. Вот человечек, да? Вот он находится здесь, вроде бы со Христом, соприкасается. Вот здесь он, в церкви, он на собраниях. И вот приходят игры, дуй, брат. И выдувают его из церкви. Еще что бывает? Разочарование. Да, кто сказал? Давай, выходи сюда. Выходи сюда. Давай. Драгоценное. Разочарование. Вот. Приходит разочарование. Посмотрим, сможешь ли ты это сделать. Разочарование. Выдувает человека из церкви. Давай. Девушка идет с достоинством. Неси имя нет, как братья. Ну, давай, дуй. Вот смотри. О, и разочарование. Что еще бывает? Зависимости. Ссоры. Зависть. Ну, давайте вот. Вот четверо вы. Идите сюда. Вот с первого ряда. Алена. Все. Все выходите. Вот вы будете. Ты будешь зависимость. Ты будешь ссора. Ты кто будешь? Зависть будешь. А ты будешь обида. И вот смотрите. Вот. Вот человек, он за Христом. Ему так нравится в церкви. Он на конференции. Он на конференции. Он со всеми ссорфился. Он молодец. Давайте, дуйте на него. Молодец. Видите? Все его могут сдуть. И поэтому драгоценные мы видим так легко. А еще бывают компании. Когда, может быть, ты там где-то учишься. И тебе говорят. Слушай, ты что? Ты что, ходишь в эту церковь, вообще не поймешь, что даже неправославную. И ты такой. Да я там просто. Мы там музыку слушаем. И тебя легко. И выдувает отсюда. И выдувает отсюда. Поэтому апостол Павел-то и говорит, что наша жизнь должна быть сокрыта. И некий образ этого, когда жертва, она находилась не просто на поверхности. Когда ты приходишь к Богу. Человек, Боже, моя жизнь посвящена Тебе. Зажги меня огнем. Ну и что, Бог зажигает тебя. Решетка здесь сверху на поверхности. Любой порыв тебя выдувает. Или гасит. Но когда, посмотрите, ты погружен в него. Теперь вот все вместе подуйте. Вы понимаете, шансов ведь нет. Выдуть его. Почему? Он находится там, внутри. В этом большое отличие. Давайте поблагодарим. Спасибо. И вот смотрите. Откроем еще одно место священного Писания. Откроем Евангелие от Матфея. Шестая глава. Пятый стих. Вот посмотрите. В своей Нагорной проповеди Иисус говорил о том же. Он обращался к людям верующим. Этим верующим, смотрите, он сказал. Шестая глава. Пятый стих. «Когда молишься, не будь как лицемер, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Дальше он вообще такие вещи говорит. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в благословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Я считаю, что вот то, что он говорит здесь, это основа жизни. Потому что, к сожалению, происходит так, что мы, люди верующие, мы, люди, поклоняющиеся Господу, начинаем жить точно такой же жизнью, как живет этот мир. Мир живет на показ. Надо себя постоянно пиарить. Надо говорить обо всем, что происходит в моей жизни. Как говорят, даже негативная популярность – это хорошо. Лишь бы была популярность. Лишь бы обо мне говорили. Лишь бы я был на виду. Только это надо. И вот так живу. Такая цель в жизни. Мы приходим в церковь, и мы думаем, что мы можем продолжать жить так же, но якобы Христу это так сильно надо. Я же ради Христа. Все говорим обо всем. Вот, вот это то у меня совершено. Это то у меня совершено. Такой ты молодец. Такой ты потрясающий. Да вы откройте христианский интернет. Там все пестрит нашими великими достижениями. Потрясающие вещи происходят. Конференции везде. Но такое чувство, что сейчас должно что-то произойти. Весь мир должен просто упасть на колени и покаяться. У нас такая бурная деятельность. И мы так научились ее пиарить. Мы так сильно научились о ней говорить. Такие мы просто молодцы. Но что интересно, мир не падает на колени. Мир смотрит на это с недоумением. Как будто они ждут от нас. Не просто, чтобы мы делали точно того же. Только во имя Иисуса. Вы понимаете, жить со Христом это не просто новая оболочка. Павел называет это новой жизнью. Что-то должно быть. Я не говорю о том, что мы должны теперь все удалить свои аккаунты в соцсетях. Нет, конечно. Не то, что мы должны уйти в другую крайность. Беда, когда кроме вот этой публичной, видимой жизни у тебя больше нет ничего. Я общаюсь с некоторыми молодыми людьми. Когда они остаются одни, им просто нечего делать. Они не знают. Они теряются. Им плохо. Нужно, чтобы постоянно была где-то какая-нибудь христианская тусня. Или где-то там проходила какая-нибудь интересная движуха. Если там где-то есть тусня или движуха, ну, они должны быть там. И когда они оказываются среди людей, которые что-то делают. Вот давай там будем буквы красить. Вот это мы в зеленый, это в синий. А я буду в оранжевый. Они как бы чувствуют, что что-то у меня в жизни реальное происходит. Хорошо красить буквы. Хорошо играть на музыкальных инструментах. Хорошо что-то делать. Но если это все, что есть в твоей духовной жизни, тебя однажды сдует отсюда. Я вам честно скажу. Я бы не смог всю жизнь быть в церкви, если меня просто здесь бы привлекала какая-нибудь христианская деятельность. Или работа просто. Если бы у меня не было чего-то, о чем никто из вас не знает, у меня есть что-то, что скрыто от всех. Интересно, что Иисус жил такой жизнью. Он жил жизнью. Он был с людьми. Он молился. Он благовествовал. И вот тысячи людей окружали. А потом, хотя он говорил, подождите, подождите, пока прет, нужно и ночное провести. Пока вот такое стечение людей, давайте еще. Нет. Он оставлял эти тысячи и тысячи людей и уходил или на горы, или куда-то в пустынные места. Причем, заметьте, он не брал туда часто даже ближайших учеников. Поэтому ни в одном Евангелии не описано, как он там молился. Но мы знаем, что он был там с Отцом. Он находился там в уединении. Это было скрыто даже от его друзей, даже от апостолов. Но он там находился. И он пребывал в единении с Небесным Отцом. И когда на следующий день он возвращался к людям, в его жизни была любовь, было помазание и была сила. И если мы посмотрим на его жизнь, вся его жизнь была в таком стиле. У него была публичная жизнь и скрытая, тайная, там на горе или там в пустыне. Потом опять публичная и тайная, скрытая. Вот он так жил. Он был с людьми и был с Отцом Небесным. Он был с людьми и был с Отцом Небесным. Он так всегда жил. Я когда смотрю сегодня на очень многих христиан, у них кроме общественной, публичной жизни, ничего больше со Христом нет. И ты оправдываешь себя. Боже, я так сильно устаю. Ну тут три дня конференции. Ну Боже, о каких молитвах может идти речь? Я так сильно загружен. У меня такая мощная работа. Мы всегда оправдываем себя. Нам всегда некогда. Сейчас я не могу, Господь. Ну понимаешь, нагрузки такие. ГИА, ЕГЭ сплошные. А потом, извини, Господь, первый курс. Это ж такой нагруз, это стресс. Даже об этом ученые пишут, психологи говорят. А потом уже надо госэкзамены сдавать. А потом нужно мне там работы научные писать. А потом надо и работу искать. А жизнь такая сложная. Трудная у нас в стране жизнь. Все время же кто-нибудь пытается нам здесь жизнь испортить. Поэтому работать приходится тяжело. И трудно работать. Поэтому, Господь, извини, не могу. И все мы с надеждой глядим на пенсионный возраст. Боже, когда выйду на пенсию, тогда, Бог, только с тобой, как в енах, буду ходить каждый день. Делать нечего. К нам всегда не до Него. Поэтому очень часто мы чувствуем опустошение. Поэтому мы видим в мире агрессия. То же самое в церкви агрессия. Мы видим в мире кучу амбиций. Я вижу в церкви кучу амбиций. В мире полно гордости, конкуренции, злобы, взаимных как-то обвинений. То же самое происходит в церкви. Заходишь на христианские новостные сайты. Да там ничем не отличается от обычных сайтов. Ну, в других, может быть, масштабах, но то же самое. Кто-то все время с кем-нибудь воюет. Кто-то кого-нибудь обличает. Такие вещи происходят. Думаешь, Господи, чем же мы отличаемся от мира? И почему эта разница не такая большая? Да потому что мы живем выхолощенной жизнью. Наша жизнь, она точно так же. Вот мы публичная, открытая для всех. Вот мы такие. Боже, ну мы же для Тебя такие. Я же тружусь для Тебя, Господь. А Бог показал, что Ему надо. Бог показал. Мы пытаемся часто, знаете, угодить Господу так, как нам кажется лучше. А Бог говорит, как Ему надо. Я не знаю, может быть, вы виделись такая книжка «Пять языков любви». Я помню, мы как прочитали с женой. Потому что я могу говорить тебе на каком-то языке хорошие вещи, но ты его не понимаешь. Точно так же есть разные языки любви. И я понял, что я всегда пытался как бы жене говорить на том языке любви, который она не слышит. А тот язык, который для нее подходит, я его не использую. Вот, например, для моей жены, чтобы она чувствовала, что муж ее любит, он должен с ней общаться. А я думаю, чтобы жена чувствовала мою любовь, я должен ей что-нибудь такое подарить, что-нибудь такое привезти, ну хотя бы цветок. Она не против была подарков и цветов, но для нее нужно было общение. А я думал, я ей подарил, а теперь извини, дорогая, я очень устал за день, дай я помолчу. И вечером она, бывало, говорила, я не чувствую, что ты меня любишь. Я думал, ты как не чувствуешь? Я тебе такой дорогой подарок привез. И ты не чувствуешь, что я тебя люблю. Я столько денег на него потратил. А ты мне такие заявления вечером говоришь. И я на нее обижался. Потом до меня дошло. Я ей делаю то, что она не так хочет. А вот то, что она нуждается, я не даю ей. В этом проблема в отношениях многих семей. Так вот, драгоценное точно так же в отношении с Иисусом. Мы часто пытаемся своей какой-то бурной религиозной деятельности. Думаю, ну так она ему нравится. А Бог говорит, то, что мне нужно, чтобы часть твоей жизни была сокрыта, посвящена только мне. Если у Иисуса это было, то тем паче у нас с тобой. И поэтому в Библии еще есть одно место. Давайте откроем. Так оно тоже нравится. Это книга Иеремии, 17 глава. Где, смотрите, говорится. 17 глава, 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелень, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». И вот здесь пророк, он показывает интересную картину. Смотрите. Он жизнь человека, посвященного Господу, сравнивает с деревом. И он говорит, смотрите, у дерева есть две части. Есть часть видимая, а есть часть невидимая. Есть ствол, ветви, лисья и даже плоды, а есть корни. И как вы думаете, какая часть является главной, определяющей? Корни. Чем больше корневая система, тем больше дерево может вырастить. Я вот когда бываю там на севере, в Ноябрьске, в таких городах, там у них карликовые деревья. Почему? Корни маленькие, там есть береза. Береза не может вырасти. Почему не может вырасти береза? Да потому что у нее ограничено пространство для корней. Маленькие корни, карликовое растение. Так же ведь? Чем больше корни, тем больше дерево может вырастить. И вот, вот посмотрите. А где у нас Женя Зимин? Жень, можешь выйти, да? Я вот специально говорю, Жень, у нас Женя, он обычно как дерево. Не потому что он такой деревянный, а вот, вот смотрите, вот смотрите. Вот праведник. Женька, ты праведник? Вот, смотрите, праведник, он как дерево. Вот у него ветви. Смотрите, он стоит. И корни есть у него. Корни есть у тебя? Есть, да. Там у него корни вот. И вот оно зеленеет, радует всех. Помимо Бога, у нас еще есть духовный враг, которого как зовут? Дьявол. Кто у нас дьявол? А где у нас Богдан? О, вот молодец. Вот смотрите, вот смотрите, вот дьявол. Дьявол пришел погубить тебя. Он очень плохой. И вот смотрите, приходит дьявол, смотри, чтобы погубить тебя. И вот, предположим, в руках у него топор. Давай, руби ветки. Смотрите, он начинает рубить. И ветки падают. Все, все, все. Ты уже разошелся, ты совсем его оставишь без всего. Вот. И вот смотрите, нету часть ветвей опала. То, что мы в христианстве называем атака. Вот. Атакуют нашу жизнь. Часть ветвей опала, часть ветвей упала, да? Ну, посмотрите. Если у дерева есть корневая система, то через некоторое время ветви снова отрастают. Да, давай берем снова. Через некоторое время ветви отрастают, и снова появляются листочки и плоды. Если есть корневая система, то есть, если есть вот эта сокрытая часть, духовная часть, невидимая для людей часть, та часть, которая только между тобой и между им, то у тебя в жизни все придет. У тебя в жизни придет восстановление. Поэтому смотрите, а где дьявол? Дьявол, он не просто, смотрите, он не просто губитель. Он же хочет быть еще каким губителем? Эффективным губителем. И вот он думает, хорошо. Я вот смотрите, я рубил топориком, и у меня плохо получалось. Теперь я возьму бензопилу и просто оставлю вообще голый ствол без веток. И он полностью, смотрите, давай руби его ветки. Молодец. И полностью, полностью без ветвей осталось. Я не знаю, у нас в таком виде, в Екатеринбурге обычно тополя. Их почему-то все любят ветки обрубать. И бывает, смотришь, такие деревья стояли, ветви. Потом пришел, ну не дьявол там, не буду говорить кто, из южных стран, и все порубили. И стоят такие, как высокие пеньки, да? Стоят такие высокие пеньки. Но ты замечаешь, что через некоторое время ветки все равно, что? Отрастают. Отрастают. Через некоторое время ветки снова отрастают, снова появляются листочки, снова появляются плоды. Вот у нас такая вещь с цветами бывает происходит. Вот бывает, вот жена куда-нибудь уедет, вот, и я что-нибудь забуду, например, ну полить обычно. Ну вот. И смотришь, стоят у нас, у нас дома стоит там, березка, все, все листочки начинают спадать. Вот плохо ей со мной. Вот. Все листочки опали, вот, но корни, слава Господу, есть. И жена приезжает, поливает, и смотришь, снова листочки появляются. То есть драгоценное, что бы ни происходило в твоей видимой жизни, а есть какие-то проблемы, есть сложности, есть непонимание, но если у тебя при этом остаются корни в земле, то через некоторое время ты все равно восстановишься. Поэтому дьявол, он не просто хитрый, не просто эффективный, он еще, у него большой опыт. И поэтому смотрите, что часто делает дьявол, да, не получилось там с топором, не получилось, не получилось с бензопилой, он там тебя атакует, у тебя снова отрастают ветви, он тебя пытается что-то сделать, у тебя все равно все восстанавливается. Тогда дьявол, он предпринимает последнюю попытку, и посмотрите, можно звук включить, а? Смотри, дьявол приезжает к тебе на тракторе, и смотрите, и у трактора есть большой коф, дьявол не обращает внимания вообще на твои ветки, он начинает подкапывать и губить твои корни, корни, и таким образом он отрезает корни, портит корни, портит корневую систему, лишает тебя вот этой невидимой части, и уезжает. Посмотрите, внешне все остается точно так же, как было до прихода дьявола. когда мы перестаем молиться, то какое-то время ничего не меняется, так же мы стоим, такие же зеленые листочки, так же все классно, и возникает иллюзия, молись, не молись, пребывай в Божьем присутствии, не пребывай, на мою жизнь это никак не влияет, на моих листочках, на моих плодах это никаким образом не отображается. Но дело-то в том, смотрите, что хотя на тебе это никак не отображается, какое-то время в твое дерево, в твою жизнь перестают поступать свежие соки, новые духовные силы, и наступает однажды момент, когда все дерево, оно просто, можешь упасть, давай. Со всеми плодами. Вы хороший момент нашли для аплодисментов, типа в класс. Поэтому смотришь на некоторых верующих, так все было хорошо, он такой был христианин, служением в церкви занимался, на молодежке постоянно, такой активный брат. И вдруг, нам-то кажется, вдруг, ни с того, ни с сего, в один момент он вдруг сказал, что он вообще ни в какого Бога не верит, и ничего не переживает, и вообще он очень слишком занят, чтобы ходить в церковь. Знаете, вы таких людей похожи? Вот ходил, ходил, и нет его. И у нас возникает вопрос, а в чем дело-то? Все же так хорошо было, но на самом деле это нам, видимо, казалось, что все нормально. Это вот как вот сейчас, вот я стою на сцене, я вот смотрю на вас, деревья, все молодые, красивые, большинство из вас младше меня. Так все здорово. Но вы понимаете, вот за всем, что я сейчас вижу, есть еще корни. Я их не вижу, но они есть. Более того, они важнее, чем все, что я вижу, потому что видимое, оно временно, даже у тебя. Может быть, ты и позже меня умрешь, но все равно умрешь. А есть невидимая часть, которую Павел называет вечной. И как бы вы все не выглядите, сделала классно и красиво, но невидимая часть, она у всех разная. У кого-то она большая, а у кого-то она исчезает, а у кого-то здесь ее нет вообще. И хотя, может быть, в внешне мы все Аллилуйя, мы все такие верующие и так все поем. но у кого-то здесь есть будущее, а у кого-то нет, потому что у тебя нет корней. Поэтому, драгоценная, главная атака, которую дьявол осуществляет на нашу жизнь, она невидимая. я устал уже от христиан, которые думают, что дьявол только и пытается проблемы с деньгами сделать, проблемы со здоровьем, проблемы в семье и проблемы на работе. ты думаешь, что это для него главное. Нет. Главное, что дьявол атакует в твоей жизни, это твою тайную, сокрытую жизнь в Боге. он бьет по ней. Мы иногда думаем, у меня что-то в последнее время нет желания, тут вообще дело не в желании, он атакует. И когда ты принимаешь решение, вот у нас сейчас идет сорокадневный предпасхальный пост, когда мы каждый день по часу молимся, у нас есть темы на каждый день, и ты собрался идти в свою тайную молитвенную комнату, ты собрался уже идти, и у тебя возникают тысячи причин заняться чем-то другим. И как правило это связано с внешней жизнью. Нужно проверить сколько у меня лайков, нужно запостить, что сегодня у нас на конференции было, нужно там хэштег наш поставить, ну это ж так важно, нужно же как-то рассказывать о том, что происходит на конференции молодежной в Екатеринбурге, иначе никто не узнает. Хотя по сути какое им дело? И у нас куча дел, и мы потом так устаем, мы говорим, Господь, извини, я понимаю, что невидимая часть, она важна, но сейчас у меня на невидимое нет ни сил, ни времени. И мы даже не понимаем, что дьявол срубил еще один корень в нашей жизни. и еще один, и еще один, и еще один. Те, кто в нашей церкви знают, что некоторое время назад Господь стал открываться в моей жизни, как Он не открывался никогда раньше. И вы знаете, что интересно? Я ничего об этом не могу вам сказать, потому что видимая, ну, вроде она так же, как и было, но как будто что-то происходит в невидимой сфере, только между мной и им. Это как, знаете, как в семье. Если в семье, ведь есть тоже видимая часть, когда приходят гости, какие-то праздники, но если в семье происходят только одни сплошные праздники, одни сплошные гости, такая семья, вот я по пастырскому опыту скажу, я столько супругов выслушивал, которые собирались разводиться. Между супругами должна быть жизнь совместная и интимная, и общение, и совместные разговоры, и душевные интересы. Если этого нету, то, что между только ними, такая семья не устоит, понимаете? Не устоит. Точно так же в духовном браке. Да, у нас есть видимая часть, да, у нас есть служение, но если у нас невидимой части нет, то мы не устоим. Давайте поблагодарим Женю. Молодец, Жень. Обычно всегда в церкви, когда сценки с деревьями, Женя играет. И с другой стороны, вы знаете, невидимая часть, мы настолько уже, наше мышление, наш разум, настолько пропитан желанием жить на показ, вот этой застекольческой психологией, что некоторые пытаются даже невидимую часть выставить. Ну, посмотрите, это все равно, что вот как бы корни из-под земли вдруг так вылезли, говорит, а у меня есть корни, а корни мои больше, чем у того дуба. Я про брата соседнего говорю. Иногда верующие пытаются, ты сколько часов молишься? Полчаса? Я уж полмесяца по три молюсь. И как бы твои корни вылазят, и ты такой, если корни вылезут из-под земли, дерево тоже упадет. Вы понимаете, настоящей духовной жизнью невозможно спекулировать. Более того, когда люди пытаются ее выставлять на показ, это пошло выглядит. Все равно, что, знаете, я могу говорить, ой, я так свою жену люблю, у нас с ней такие отношения, вот вообще, вот просто всем на удивление, как у нас с ней отношения. Вот сейчас мы на сыну кровать, принесем и всем покажем. Это то, что классно между двоими публично выглядит, как порнография. Правда? Точно так же и в жизни духовной, когда люди пытаются кититься своей духовной жизнью, кититься какими-то своими духовными переживаниями, а сегодня столько вот таких псевдодуховных людей, которые любят рассказывать, что у них в жизни происходит, делать это публично, чтобы приобрести авторитет. это дешево выглядит, дешево выглядит. Настоящие интимные отношения, о них по сути невозможно пересказать, как апостол Павел, помните, он говорит, что знаю человека во Христе, и он это говорил о себе, мы понимаем, который был на небе, там, в раю, и он слышал неизреченные слова, человеком, это невозможно пересказать, да и не нужно, это только было между мной и им, только между мной и им. У нас сегодня последний вечер, завтра будет воскресное собрание, мы всех будем рады видеть, может быть, сегодня после собрания, может быть, завтра днем, те из вас, кто из других городов, вы разъедетесь в свои города, в своей церкви. Я думаю, что вы на этой конференции получили много вещей, которых вам стоит задуматься. На самом деле, те вот служители, которые были здесь, это и Анатолий, и Михаил, это люди, которые имеют, имеют чем поделиться. Я думаю, для многих из вас те служения, семинары, которые проводил Анатолий, это хорошее, особенно для неженатых, для незамужних, как-то на Анатолий особое помазание правильно всех женить и выдавать замуж. Поэтому, когда он приезжает на молодежную, у нас даже не возникает вопроса, о чем он должен говорить. Михаил тоже интересный человек, такой искренний, и я думаю, что те служения, которые вы слышали, и слова, это очень важно. Но если все, что вы сможете вынести, это вот то, что находится здесь, в вашей голове, то я скажу, этого недостаточно. И каждый раз, когда мы проводим конференции, мы встречаемся с нашей командой, я говорю, ребят, наша цель, чтобы люди не просто что-то потусили, пообщались, познакомились, это хорошо, в этом нет ничего плохого, но я хочу, чтобы здесь что-то произошло невидимое, потому что видимое, что здесь есть, оно с окончанием конференции закончится. Эти все буквы мы унесем, вы разъедетесь, но невидимое, то, что вы получаете, оно остается с вами, где бы вы ни находились. Поэтому, когда приходит дьявол, он всегда бьет по этой невидимой части, он атакует эту невидимую часть. И мы настолько бывают пропитаны этим, знаете, вот я смотрю иногда социальные сети, Ларисочка, можешь выйти, да? Смотрю иногда социальные сети, люди настолько привыкли жить за стеклом, и настолько привыкли пиарить каждый свой чих, что у них уже вся жизнь, и вся даже духовная жизнь, это что-то вот такое, вот видимое. Даже вот, я не так давно увидел Иисуса, как люди изображают на кресте, меня так это удивило, вот посмотрите, вот смотрите, это сначала еще не Иисус, это вот елка, это есть христиане, как елки. У елки нет корней. Когда ее берут на Рождество, на Новый год, ее наряжают, ставят, но она надолго не нужна. Вот есть точно так же христиане, как елки, они могут быть нарядны на короткое время, на короткое время, а потом ходишь по дворам, и у каждой помойки после Нового года куча этих зеленых красавиц. А есть другие верующие, видите, как яблоня. Яблоня, она нужна не несколько дней в году, она нужна все время. Почему? Потому что она дает яблоки. Точно так же и вы здесь вот сидите, и есть верующие, которые, знаешь, они как елка, смотришь на Пасху, вау, они здесь, на Рождество. И вот она нарядная, на рождественский концерт к нам пришла. А есть люди, у которых есть корни, как вот у этой яблони, такие нужны всегда. И вот то, что я вам обещал показать. Недавно увидел такое интересное изображение Иисуса Христа. Вот я думаю так, это Христос в представлении многих современных христиан. О! Вся Его сила на виду. Он аж крест сломал. Такой мощный. И вот вообще-то эти картинки, когда Иисус как боксер, вы знаете, вот это вот культ видимого, он и в нашей вере тоже пытается сделать вот такого Иисуса. Вот он. О, смотри, какой Иисус. Смотри, вот он с дьяволом стоит. Он сейчас прямо, сейчас он ему как, как вот он ему сейчас, смотрите, некоторые говорят, Виктор, ну нельзя же, это Иисус, какой ты Иисус. Я смотрел и понял, это не Иисус. Это знаете кто? Это джигурда какой-то просто. Вот так вот он ему, вот так вот, такой бой, такой бой. И вот смотришь так и думаешь, вот, наверное, Иисус, это тот, кто вот после этого боя такой говорит, следуй за мной, парень. Мы настолько, нашим разумом пропитан, видимо, у нас Иисус какой-то вот просто, знаете, такой, ну как назвать его, Супермен, победитель, вот такой вот он, он крутой мужик. И нам кажется, что вот то, что делает Иисус, он встречается и лупит дьявола. Когда мы читаем Евангелие, перед тем, как Иисус был на Голговском кресте, Он был в Гефсиманском саду. Помните? Я абсолютно убежден, что главная битва была не там, на кресте, когда все его видели. Там текла кровь от давления, которое оказывали на него этими шипами, плетками. Главная битва была там, в Гефсимании. Там текла кровь не из-за давления, которое было вовне, а из-за давления, которое было внутри него. Главные битвы драгоценные мы осуществляем не где-то там, перед многими людьми, а когда нас никто не видит, вот в этих тайных комнатах, когда мы молимся. Поэтому, вот эти, знаете, все эти картины, настоящая битва, вот она была. Он взял с собой, поскольку это было тяжело, Он взял с собой ближайших учеников, но и их Он там оставил, а сам пошел. И там молился. Молился. Мы все хотим побед. И мы вот думаем, вот как в предыдущей рисунке, накачаемся и как надаем дьяволу, а ничего на жизнь не получается. Это все не Христос из Библии, это какой-то голливудский Христос. Настоящий Христос, если ты желаешь с Ним встречи, Он ждет тебя где? В невидимой части. В невидимой части. Я у нас в церкви рассказывал, раньше я все время пытался себя чем-то занять. Даже когда гулял с собакой, уходил в лес, включал аудиокнигу, все время что-то слушал. Я должен был все время быть в какой-то вот работе видимой. А потом я понял, что я боюсь тишины, я боюсь остаться один на один с собой. Я все время должен жить в какой-то движухе, в какой-то работе, даже если один, что-то все время слушать. А вот так остаться с Ним, когда я понял, что я боюсь этого, мне стало по-настоящему страшно. Я понял, что часто моя вера это лишь вот эта видимая жизнь, пастырская жизнь, важная жизнь, проповедническая жизнь. А что у меня есть внутри? А какие у меня корни? Есть ли у меня реальная вера? Или я просто такой публичный проповедник там по телевидению, в интернете? А потом узнают христиане бабах, а один жену бросил известный муж Божий, а другой там в финансовых махинациях замешан. Почему? Видимо, так все было красиво. Я это говорю не к тому, чтобы мы кого-то осудили, а чтобы мы посмотрели на себя, как у тебя с корнями. если даже Сын Божий уходил, уединялся, чтобы остаться один на один с Отцом, тем более мы. Я когда это понял, я перестал брать с собой всякие айпады, айфоны. Я просто ухожу в лес, я просто гуляю и разговариваю с Ним. Меня, ну кроме моей собаки, никто не видит. Я как-то ее не воспринимаю. я принимаю за человека. Я остаюсь с Ним. Я вдруг понял, что должна быть жизнь, куда всем посторонним вход запрещен, только я и Он. Даже моим близким людям нет. Даже жене нет. Только между мной и моим Господом. Да, у нас есть там, мы в семье молимся за какие-то вещи, но у каждого из нас должна быть эта невидимая часть, погруженная в Него. И я вам скажу, дорогие, вот послушайте, Он действительно намного реальнее, чем мы можем себе представить. и духовная жизнь, это не просто психологические выдумки, как тебе там мурашки по спине или еще там что-то, какие-то ощущения. Бывает, нет никаких мурашек, никаких ощущений, но Он словно обрушивается на тебя славой и величием. Когда эти вещи стали происходить в моей жизни, я стал понимать слова Катрины Кульмана, которая говорила, обращаясь к залу, Он для меня намного реальнее, чем все вы сидящие в зале. Я скажу вам, еще некоторое время назад я бы такого не мог сказать, а сейчас могу. Он настолько реален, ты можешь пережить его, ты даже представить себе не можешь, насколько. И Бог ждет нас. Его присутствие приходит. Неслучайно Иисус говорил, ищите Царство Божьего и правды, все остальное приложится. Мы ищем всего остального и думаем, что Царство Божье приложится, а так не бывает. Ищи его, оно само не будет в твоей жизни. Ищи его, переживай его. не превращать духовную жизнь просто в религиозную деятельность, в посещение конференции. Пусть это будет, мы рады. Я очень рад, я так люблю молодежь в нашей церкви. Я рад за каждую конференцию. Но то, что вот я хочу донести до них, и вот до тех, кто приехал, драгоценные. Самое главное, что происходит, это не здесь, в невидимой сфере, в скрытой сфере. если ты потерял это, тебе необходимо срочно восстановиться, иначе ты упадешь, как дерево, без корней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok